Всем привет! Для того, чтобы животные круглый год получали вкусный, питательный, а главное безопасный корм, его нужно не только правильно заготовить, но и сохранить до момента употребления. А как делать это эффективно, сегодня мы и поговорим. Это силосный ликбез. Период хранения силоса начинается после процесса стабилизации, когда микробная активность снижается до минимума. Корм уже готов к употреблению, но скармливание будет происходить постепенно, до нового урожая, а что-то, возможно, останется в запасе и дольше. Для того, чтобы определить, в какой последовательности лучше открывать хранилище, важно провести лабораторный качественный анализ силоса через 5-6 недель после закладки для оценки уровня pH, количества и соотношения органических кислот. Ферментация считается успешной, если уровень pH находится в диапазоне 3,8-4,2, уксусные молочные кислоты находятся в соотношении 1 к 5 и не превышают 7,5% на 1 кг сухого вещества, а также отсутствует масляная кислота. Такой силос может храниться долго, без потери питательности и достаточно устойчив для вторичной ферментации. Его можно оставить для кормления в теплое время года или для переходящего фонда. Если данные анализы отличаются от указанных, особенно при увеличении доли уксусной кислоты и pH более 4,2, силос рекомендуется скармливать в первую очередь и в зимнее время года. Холод будет замедлять процессы разложения и препятствовать развитию плесени и дрожжей. Самая частая причина потерь силоса при хранении – попадание в воздух и для наличия повреждений у кровной пленки. Лучшим способом избежания этого является регулярный, не менее двух раз в месяц, осмотр хранилищ с оперативным устранением найденных разрывов и борьба с причиной их появления. Например, от повреждения птицами и грызунами поможет дополнительный слой мелкой ячеистой сетки над пленкой, а также отказ от использования органических материалов для укрытия, таких как солома, торф или земля. В процессе осмотра также необходимо отмечать любые изменения состояния хранилища – сдутие пленки, повышение температуры, вытекание сока и появление неприятного запаха. При обнаружении этого массу из хранилища стоит проверить повторно для определения возникшей проблемы. Подготовка скармливания начинается также с отбора проб для качественного анализа, которое необходимо произвести не позднее, чем за 15 дней до открытия хранилища. Рекомендуется одновременно проверить силосы на наличие патогенов – гластридий, энтеробактерий, сталфилококков, а также микотоксинов – зиаролинона, фуминозина и афлотоксинов. Это поможет избежать, а возможно и решить уже имеющиеся проблемы со здоровьем и продуктивностью стада. При выемке силоса качество корма и количество потерь напрямую зависит от аэробной стабильности. Это время, в течение которого силос не нагревается на воздухе и хорошо сохраняет свое качество. У хорошо вызревшего силоса при температуре 20 градусов Цельсия этот период составляет 5-7 дней, но нужно учитывать, что он сокращается при увеличении срока нахождения хранилища открытым и при повышении температуры воздуха. Поэтому существует три золотых правила эффективной выемки – открывать достаточно, резать ровно и скармливать быстро. Скорость скармливания во многом определяет, какой корм будет попадать на кормовой стол. Даже в хорошо утрамбованном силосе воздух со стороны среза может проникать на глубину до 40 см, что уже запускает процессы окисления и порчи. Поэтому минимальный слой отбора в сутки должен составлять не менее 30 см зимой и не менее 50 см летом, при условии, что силос хорошего качества. При быстром повышении температуры на срезе, появлении неприятного запаха, плесени, изменении цвета массы, выемку для кормораздачи следует производить после удаления силоса со старого среза. Если по каким-то причинам соблюдение скорости выемки невозможно, свежий срез после очередного отбора стоит обработать консервантами на основе органических кислот, которые помогут замедлить процессы вторичной ферментации. Срез силоса необходимо производить специализированными орудиями, равномерно по всей ширине хранилища. Стоит избегать чрезмерного вспушивания, образования ступенек и вырывания массы из середины. Это вызывает увеличение площади соприкосновения силоса с воздухом и усиление его проникновения вглубь массы, так как на выступающих частях среза он будет проникать не только с фронтальной части, но и с боковой поверхности углублений. Также неровный срез провоцирует чрезбыточное обрушение частиц, что увеличивает потери корма, а при несвоевременной зачистке хранилища от них создает условия для размножения патогенных микроорганизмов, поэтому оптимально их удалять сразу после отбора. Снятие укрывной пленки аналогично срезу увеличивает площадь контакта силоса с воздухом и открывает атмосферным осадкам доступ к массе, что приводит к потере сухого вещества и питательности силоса. Поэтому снимать пленку следует на длину, которая соответствует глубине отбора за два дня, а при возможном выпадении осадков накрывать обратно после отбора. Храните силос правильно, отбирайте бережно. Это помогает сохранить здоровье животных и их производительность на высшем уровне. Да пребудет с вами силос! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok